Нагадай свое счастье! Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. И сегодня мы погадаем на такую вот интересную, прям тему на очень интересной колоде. Что просто про вас скажут карты? Вот какой ответ они вам дадут? Вот так. И у нас с вами будет три позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, давайте мы с вами вот эти карты огромные перемешаем. Вы такие карты еще не видели у меня. Они просто реально очень большие. Первая карта покажет вас сегодня, когда вы открыли и смотрите это видео. То есть карта показывает вас в момент, когда вы нашли это видео, понимаете? То есть момент именно такой, мистический. Не раньше, чем это нужно, не позже вы это видео не найдете. Даже вот если вы подписаны на канал, вам будут как будто бы закрывать глаза, но видео вы не будете видеть до того момента, когда вам нужно его увидеть. Камни сегодня тоже довольно необычные. Вот смотрите, первая позиция у нас сегодня ларимар. Наконец-то, наконец-то у меня есть ларимар. Боже, как много и долго я о нем мечтала. Теперь у меня есть два ларимара, если честно. Вторая позиция. Вот такой вот интересный у нас агат. А третья позиция. Наконец-то у меня есть кварц волосатик. Боже, как же я люблю такой кварц. Видите, там куча блестящих травинок. Ну это вообще потрясающе. Наконец-то он у меня есть. А, какой он красивый. Итак, первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я убираю в сторону. Просто что карты про вас скажут. Просто вот какой ответ они вам дадут про вас, про вашу жизнь. И первый камень у нас на первой позиции. Это ларимар. Боже, какой он красивый ларимарчик. Итак, первая карта – это вы сегодня. Узнаете ли вы себя? Похожи, не похожи? Вы Паш Пентакли. Вообще прекрасная карта, на самом деле, позитивного человечка, который настроен на то, чтобы в жизни работать, зарабатывать, все делать. Даже вот элементарно там выполнять какие-то поручения, задания, домашние задания. Когда ты такой продуктивный, позитивный человек. Вот Паш Пентакли, он всю свою жизнь воспринимает позитивно, а не негативно. Вы позитивно воспринимаете или нет? Вот сразу же задавайте себе этот вопрос. И найдете ответ, а ваша ли эта карта сегодня. Также эта карта показывает подарки, знаки внимания, сюрпризы, денежные небольшие суммы, которые недавно пришли. То есть, либо вам недавно могли что-то подарить, либо вам подарят вот-вот, либо это какая-то сумма, которая пришла или вот-вот придет. А может приходить новость, сообщение, вот буквально на пороге в скором времени или только что пришла. То есть, вот карта такая. Еще она показывает людей, которые чему-то учатся, молодых, людей знака земли, козерог-девательец. То есть, ищите свое значение. Ну, вообще нужно чувствовать родство, когда смотришь на карту. Что у вас на сердце? Повешенный. Ну, повешенный он показывает всегда, что для того, чтобы добиться своих жизненных целей, нужно чем-то пожертвовать. И вы это знаете, и вы готовы. Но, возможно, в какой-то ситуации сейчас вы себя чувствуете в некотором подвешенном состоянии. То есть, есть вопрос, который вы пока решить не можете. Вы не знаете, как. Вы задумались, как его решить, но еще не знаете. У вас стала проблема перед вами. Но как? Как решить эту проблему? Дилемма, да? То есть, вы можете с кем-то пытаться советоваться или висеть в одного. Но сам факт, что человек позитивный, продуктивный, но есть проблемы. Или, может, даже одна, не одна. Но вы пока не знаете, просто поставлены в некоторый тупик. Или у вас есть обстоятельства, которые пока сопротивляются вам. Вы в подвешенном состоянии. Вы не властны над этим. И вот вы поэтому висите. Что под сердцем? Сила. Вы отлично знаете, что у вас есть сила для того, чтобы справляться с этими трудностями. На самом деле, вы человек мощный такой, да? На самом деле, у вас есть порох в пороховницах. А еще, возможно, вы кого-то хотите приручить трудного человека по характеру, да? Или кого-то любите, кому-то испытываете страсть, но взаимное, да? Взаимное притяжение, взаимные чувства. Также вы под сердцем можете держать вообще такие отношения, то есть желания таких отношений. Вообще, сила – это сила рода у вас под сердцем, да? То есть в подсознании четко сидит программа. Я все-таки сильный человек, и я справлюсь с любыми трудностями. У меня сильные ветки рода по женской, по мужской линии. Они меня заряжают. Я беру программы силы, лидерства, энергии. Я все равно буду делать и идти вперед, несмотря на любые препятствия. То есть у вас прям вот это все есть. О чем вы сейчас думаете? О башне. Что-то произошло, наверное, да, такое. Может, с кем-то конфликт вышел. Может, что-то разрушилось в жизни. Может, вас увольняют с работы, или вы разводитесь. Но и тогда башня показывает, что вы хотите продать дом, квартиру, сменить недвижимость. Или сами хотите там уволиться или развестись. В общем, что-то разрушаете, да? То есть либо вы это делаете своими руками, либо у вас в жизни это когда-то рухнуло, вы все вспоминаете, да? Или сейчас, вот недавно. Но башня – такая жесткая карта. Она показывает, конечно, у человека мысли о кризисе каком-то или о каких-то будоражащих его событиях. Башня очень часто показывает и ревность, и ссоры, конфликты на основе ревности, выяснение отношений различных, скандалы всякие, да? То есть это все показывает. Вы об этом что-то думаете такое. Но это что-то одно из этого. То есть это не все, что я перечислила. Это что-то одно. О чем вы сожалеете? Девятка жезлов. Вы когда-то вот уперлись в какую-то тему. Очень сильно прям уперлись. Вот прям никто не мог вас переубедить в это, что это неправильно. Вы думали, что это правильно. Стояли на своем. Вы это отстояли, а потом поняли, что вы сделали неправильную вещь. Уже потом, впоследствии. Что вам все говорили, они были правы, вы не правы. Но уже поздно что-то менять. Вы это уже сделали. Но вы об этом жалеете. Прошлое. Прошлое, прошлое. Тринадцатый аркан. Ну вы что-то потеряли или кого-то в прошлом. У вас явно жизнь разделилась на до и после. Может быть даже умирали родные или близкие люди, или близкий человек. Ну люди по-разному теряют. Они теряют в разводе. Они теряют в увольнении. Они теряют, когда человек умирает. То есть вот что-то было такое. Тринадцатый аркан всегда говорит о том, что вы пережили потерю. И вам пришлось себя как будто восстанавливать заново. Также выпадает в прошлом король жезлов, мужчина какой-то, знак огня, или с астендентом в огне, или просто яркий, огненный, красивый, там, лидер, самостоятельный, интересный человек. Иерофант. У вас либо очень сильная линия отца была, да, то есть отец в семье, авторитет, допустим, там, ну или просто доверительное для вас лицо, хорошие отношения с отцом были. Либо у вас очень мощный был начальник, наставник, учитель, ну или вы были в браке. То есть да, иерофант часто показывает брак. Ну опять же, вы могли по этой карте учиться на какого-то специалиста в прошлом, хорошего специалиста. Так, теперь будущее, будущее императрица, хорошая карта, показывает, что вас ждет хорошее будущее. Для мужчины и женщины, наверное, любимая, хорошая, которая с ним будет прям. Но императрица для женщины тоже семья, там, благополучие финансовое, хорошее здоровье, хороший дом. То есть вас ждет хорошее будущее. Двойка пентаклей, два источника доходов. То есть да, но карта двойка пентаклей показывает, что хочешь жить, умею вертеться. То есть вам всегда придется показывать свои какие-то положительные качества, чтобы укорениться, укрепиться в жизни и держать свой авторитет. Тройка жезлов. Возможно такое, что вы либо будете заниматься бизнесом своим, но торговлей, даже как, даже может и по интернету, торговля, либо вы куда-то уедете, переедете и будете на новом месте жить, строить там планы на будущее. И ответ для вас какой-то в жизни, вот который карты вам просто дают ответ. Десятка жезлов. Десятка жезлов всегда такой ответ показывает, что вы очень сильный человек, вы выдержите абсолютно хоть что. у вас настолько много силы и упёртости, что вы не бросите что-то, что очень важно в вашей жизни, и не бросайте это, а доведите до конца, так скажем, донесите свою ношу до конца, потому что это важно, потому что это нужно. И бросать действительно не стоит, хотя, возможно, вы что-то хотите бросить, но бросать нельзя, понимаете? Как говорится, не отказывайтесь от этого чего-то, потому что это трудно. Вот только потому что это трудно, нельзя отказываться. Нельзя отступать просто потому, что другие тоже не смогут это сделать. А если кто-то сможет, вам будет обидно. А если никто не сможет, оно будет не сделанное, вот это что-то, да? Или так и останется не сдвинутая эта гора с места. А у вас есть сила, чтобы её сдвинуть. Вот сдвигайте, это ваша какая-то карма, ваша какая-то судьба. Вот вы когда сдвинете эту гору, и всё будет вообще супер. Ну вот такой интересный ответ для вас сегодня. Пишите своё мнение о таком интересном вот раскладе, когда вот так вот всё идёт. Просто ответ. Так, а мы с вами идём ко второй позиции, да? Вторая позиция. Вот просто что скажут карты. Тут у нас такой вот очень интересный агат. Я бы сказала, в чём-то он идеальный, да? И первая карта — это вы сегодня. Вы пажмичей. Ну, пажмичей, этот человек такой, да? Следователь, а-а-а, детектив. Шпион. То есть карта явно показывает, что вы очень умный человек, но вы о чём-то хотите узнать. Наводите справки или реально проводите расследование. Может быть, вы кому-то не доверяете и хотите узнать информацию, проверить её, да? А может быть, вам идёт какая-то информация, которую реально надо проверить. То есть идёт разговор о чём-то или сообщение, новость, документы. Надо проверить. Вот прям так. Вы не всем-то в жизни доверяете, а только пока не проверите, не доверяете. Вообще у вас, возможно, общение есть, но мало друзей, допустим, настоящих, потому что их можно по пальцам, мол, пересчитать, кто является реально другом. Карта всегда говорит о том, что вы прошли много испытаний в жизни, огонь, воду, как говорят, медные трубы. И именно из-за этого вы умный и недоверчивый человек, потому что, может быть, выросли не очень благополучные семьи или там что-то такое нехорошее происходило за кадром. Может быть, были трудные отношения с одноклассниками, со сверстниками. Или даже в детстве вы попали в молодости в неблагоприятную среду и подверглись испытаниям. Поэтому так. Но вы готовы учиться, узнавать и развиваться. Что у вас на сердце? Рыцарь мечей. Что-то у вас мечи-мечи. Может быть, какой-то мужчина на сердце. Но он с трудным характером, тоже резкий человек. У него злой или просто жесткий такой язык, что может кому угодно что угодно сказануть. Ну и также карта показывает какое-то рвение вперед на сегодняшнем этапе жизни. То есть, когда вы как-то собрались, так взяли себя в руки и идете. Знаете, что сквозь как будто бурю какую-то идете или против ветра, но все равно готовы идти. Готовы достигать. И вот пока не победите, не успокойтесь. Что под сердцем? Опять рыцарь только с жезлов. У вас очень много рыцарей падает. Это значит, что у вас энергия бурлит. И вы в скором времени будете готовы к общению с многочисленными людьми, скорее всего. А в жизни вокруг вас сейчас много суеты и событий. Вы знаете, эти карты показывают какие-то дороги, поездки. То есть, под сердцем держите, возможно, дорогу куда-то. И гостей, может быть, какие-то мужчины. То есть, на сердце мужчина, под сердцем мужчина. Два разных человека, которые важны в вашей жизни. Один, вот как-то более с рыцарем мечей связан. Это знак воздуха или козерог-скорпион. А под сердцем это может быть знак огня, лев, стрелец или овинда. То есть, может даже такое быть. Но карты показывают такое рвение, бурлящую энергию и победителя по жизни, который будет достигать несмотря ни на что и не сдастся. Вообще, эти карты сильные, мощные такие. Вот как у вас по роду даже есть очень много силы. Причем с обеих сторон. Что с женской, что с мужской стороны рода. Вам дается невиданная сила и напористость. У вас есть лидерские качества с обеих сторон. И я считаю, что значит вы способны возглавлять, но вам надо поумерить пыл. То есть, воспитать свой характер так, чтобы уметь быть корректными в разговорах с людьми. Держать, так скажем, себя под контролем. О чем вы думаете? Девятка мечей. Вы переживаете о чем-то. Прям сильно сейчас переживаете. Вам могут либо сниться плохие сны, либо вы вообще не спите по ночам, переживаете из-за какой-то ситуации, или у вас развился невроз, паники-то могут быть, да? Или просто как, ну, бессонница, нервное состояние, переживание из-за чего-то, из-за чувства вины, может быть. Или наоборот, с вами несправедливо кто-то поступил когда-то, может давно. То есть, вы на чем-то сосредоточены не очень приятном. И карты это подчеркивают. То, что да, у вас есть вроде и сила, и дух, но вы часто концентрируетесь на негативных вещах, которые на самом деле не происходят, а вы скорее их придумываете. Ну, это может быть, допустим, излишнее беспокойство о здоровье, когда ты придумываешь себе болезни, которых на самом деле нет. Или беспокойство о деньгах, как будто вы завтра уже сирый и убогий, идете на вокзал просить милостыню, хотя на самом деле этого и близко нет. О чем вы сожалеете? Звезда. Ну, о том, что вы о чем-то очень сильно мечтали, воплотили свою мечту в жизнь, но она оказалась не такой, какой вы хотели ее видеть. Звезда также показывает талант, мечту, которую вы могли забыть в прошлом, оставить, не воплощу это в жизнь. Или отказаться от мечты, о чем сожалеете. Прошлое. Мир. Мир показывает, возможно, переезд в прошлом, но также и брак может быть за плечами, или уже, ну, может, и сейчас в браке, может, за плечами брак. Но могут быть и переезд, и просто какие-то серьезные отношения. Мир — это такая многогранная карта. Она даже может показывать, что вы многого достигли в прошлом, каких-то больших высот, достижений для себя. Вы констатируете, что да, я многого достиг, добился. Шут. Вам приходилось начинать какую-то то ли новую жизнь, то ли менять свою жизнь сильно. Но в связи с чем? Вот шут часто показывает либо переезд, опять же, да, либо перемены в жизни кардинальные в связи с появлением ребенка или детей. Вообще, начало новой жизни. Луна. Возможно, вы связаны с эзотерикой, с мистикой, у вас есть какие-то экстрасенсорные или магические способности. Или вас это все мистическое очень интересует. Но луна также показывает, что у вас в прошлом уже начались нервные проблемы или какие-то страхи, или вас что-то мучило. Ну вот что-то мистическое мучило. Допустим, к вам приходили умершие или были какие-то странные сны, которые вас мучили, или чувства, эмпатия, например. Будущее. Мужчина какой-то, король Пентаклии. Либо богатый мужчина, либо ответственный. Для женщины муж, для мужчины наставник, благодетель, покровитель, начальник. Мужчина может быть связан с энергией земли. Телец, дева, козерог. Но также это просто может быть, не обязательно этого знака зодиака, но человек богатый и влиятельный. Умеренность. Этот человек очень сильно поможет и буквально вас исцелит от чего-то. То есть дарит именно энергию исцеления. Умеренность также показывает, что с королем Пентаклии, что ваша вся жизнь в будущем станет по достатку, хорошей, стабильной. Деньги стабильные. И жизнь сразу стабильная. Как бы вы успокоитесь по поводу чего-то и будете жить долгое время стабильно. Солнце, вас ждёт в жизни большая удача и счастье. Во всём будет успех. После исцеления вы достигнете очень большого успеха в жизни. То есть я думаю, что учитывая эти карты, вашим испытаниям конец. Уже на данный момент. А вы всё переживаете. Так, теперь значит ответ вот просто на что-то в вашей жизни. Карта даст вам просто ответ. Ваш ответ Королева Кубков. Ну, во-первых, ответ может быть в какой-то женщине, возможно, связанной с водой. Знака воды – это скорпион, рак или рыбы. Но это не обязательно. Это может быть просто очень красивая женщина, которая даст вам ответ на все ваши вопросы. Женщина-психолог, или женщина-экстрасенс, или женщина-ведьма. И также ваш ответ в любви. То есть любите искренне. Вот о чём говорит карта. Нуждайтесь в любви, показывайте это. Вот о чём она говорит. Ну, и во внешности ваш ответ. Быть красивым человеком всегда выгодно. Чем более ты красив, тем больше ты привлекаешь к себе людей. Поработайте над своим образом. Это очень важно. Может быть, это будет какой-то оригинальный образ. Может быть, вы будете применять определённый цвет или цветовые гаммы, особенные, которые выделяют именно вас. Сделайте что-то особенное, оригинальное, необычное для себя. В плане внешности, что будет отличать вас от других. Ну, вот такой интересный ответ получился по второй позиции. Пишите своё мнение о таком раскладе и о таких огромных картах, как вам, понравились они или нет. Смотрите, больше ладони. И теперь у нас третья позиция. Просто ответ. Вот просто что скажут карты для вас. Вы получите от них ответ. Итак, кварц-волосатик. Один из моих самых любимых камней. Ну, просто потрясающий. Обожаю его. Итак, первая карта — это вы. Вам нужно себя узнать. Вы семёрка жезлов. Человек довольно дерзкий. Умейте защищать себя. И вообще сейчас стали на защиту чего-то. Себя, других, дела какого-то, отношения, чего угодно. Карта показывает, что также есть и нападающие. То есть, возможно, у вас есть сейчас в жизни враги или соперники. Или кто с вами там соревнуется, атакует. Но с другой стороны, карта показывает, что вы лидер и что вы можете очень многое. Также говорит о том, что у вас много сейчас энергии, силы. И вы готовы сражаться. Готовы бороться за свои либо идеи, либо, может быть, за то, чтобы что-то родилось, воплотилось в жизнь. Готовы браться за себя, делать, допустим, упражнения, сидеть на диете, работать, делать что-то. Даже предпринимать. То есть, вести бизнес. Что у вас на сердце? Тройка кубков. Во-первых, это исполнение желаний. Во-вторых, карта реально счастливая у вас на сердце упала. Какое-то счастье близится в вашу жизнь. В-третьих, может быть, это свадьба, день рождения, торжество, праздник какой-то. И вы держите это на сердце. Вот это счастье, этот праздник. А может, организацию праздника. Или исполнение желаний с помощью праздника. Ждёте сюрприза. Возможно, вам уже подарили подарок, и вы радуетесь этому подарку. Вообще, очень счастливая карта. Тройка кубков. Под сердцем у вас колесница. Возможно, вы хотите автомобиль. Или у вас уже есть автомобиль, и вы хотите новый автомобиль. Может, вы хотите права. Но также колесница показывает, что вы держите под сердцем дорогу. Или вы уже переехали, и знаете, что ваши предки на другой земле. Но вы сильный человек, который всё равно победит. У вас есть программы победителя и настоящего генерала, который победит, несмотря на любые трудности. У вас в роду идёт всё равно от рода благословение для вас, чтобы вы точно победили в каком-то вопросе, который очень вас волнует. Колесница — карта прорыва. Она показывает, что в подсознании у вас стоит, что вы всё равно добьётесь того, чего хотите. О чём вы думаете? Суд. О возрождении. Об исцелении. Возможно, даже реально отношения, потому что именно в этой колоде двое стоят. Ангел именно их возрождает. И да, здесь может быть мысль о возрождении союза, о восстановлении отношений или о восстановлении чего-то. Допустим, вы хотите исцелить своё здоровье, восстановиться на работе, вернуть свои позиции в чём-то. То есть суд об этом говорит, и он очень хорошая карта, которая показывает, что вы пришли на следующий уровень. То есть какую-то негативную карму вы реально отработали. Хотите попрощаться с трудностями, о чём вы сожалеете? Жрица. Может быть, что вовремя не раскрывали свои способности. А может быть, о том, что не узнали какую-то тайну или не раскрыли кому-то тайну. Иногда ты обязан скрывать, потому что ты поклялся, или ты обязан скрывать, потому что ты дал слово. Но вы жалеете, возможно, об этом. И также ещё может быть момент. Бывает такое, что человек занимается какими-то магическими воздействиями, но потом жалеет об этом. Ещё жрица может показывать женщину, которая очень мудрая, много знала или знает, но вы, допустим, теперь не можете с ней связаться. И поэтому жалеете о упущенных взаимоотношениях с этой женщиной, то, что с ней общаться было очень интересно. Прошлое. Маг. Вы всегда были очень ярким человеком, который может абсолютно всё. И действительно, многие ваши мысли сбывались. Маг также показывает, что в вашей жизни мог быть очень инициативный мужчина, который занимал все ваши мысли, но он был очень эгоистичный. Маг. Карта также предпринимателя, например, или человека, который реально очень много сделал в работе. И был успешный. Вот у вас успех был в прошлом точно. Король мечей. Мужчина какой-то был. Может, он связан с воздухом. Весы, близнецы или водолей. Либо это просто… А, ещё может быть, козерог-скорпион, как я говорила. Либо это может быть человек, у которого профессия такая строгая. Либо может быть это мужчина, который не так-то просто допускал в своё личное пространство людей, а вот вас допустил. И вы были какое-то время его доверительным лицом. Десятка кубков. Если вы женщина, у вас могла быть даже семья с этим человеком. Но вообще, в принципе, да. Семья, брак по десятке кубков. Более-менее счастливая жизнь, да. То есть об этом карта говорит. И даже вот я не могу сказать, что вы прям без денег сидели. По этим картам вы должны были всё равно быть с деньгами. Ну или, по крайней мере, не нуждаться, да. Так, будущее. Пожезлов. Ну вам кто-то то ли позвонит скоро, то ли напишет. Вот как разговор какой-то будет интересный. Или даже интересное знакомство. Вообще веселье вас ждёт. Радость какая-то. Новые возможности. Новые идеи. Раскрытие чего-то в жизни. Вы даже как-то молодеете, веселеете. Тройка пентаклей. Ну в работе явный прорыв. И будет хорошая либо работа, либо бизнес. И приносить хорошие прям деньги. Вас, как специалисты, будут очень ценить и уважать. Тройка пентаклей. Хороший брак, опять же, да. Работа в команде. Когда есть рядом люди, которым можешь доверять. И семёрка мечей. Карта показывает, что возможно у вас идёт, во-первых, исполнение желания, но хитростью в жизни. Какое-то желание будет, вы будете его исполнять, но хитрым способом. А во-вторых, у вас как были враки, недоброжелатели и всякие предатели, интриганты, так и останутся. То есть они от вас никуда не деваются. Вас почему-то преследуют. И вы будете идти хорошо по жизни. У вас, в принципе, счастливое будущее. Но рядом всегда будут люди, ну или как-то обращают на вас внимание люди, которые в чём-то с вами не согласны, соперничали всегда, или в итоге, да, стали вашими врагами. То есть я здесь не могу исключить то, что у вас есть вот такие враги. Может быть, они даже логичить пытаются и будут пытаться, но вы не сдавайтесь, потому что у вас действительно много чего хорошего будет. И ещё столько всего предстоит сделать, да. Поэтому, ну, враги есть практически у каждого. Поэтому тут не стоит об этом даже, ну как на этом застрять внимание, да. Так, и теперь, значит, смотрим. Что, какой ответ вам просто? Вот какой просто ответ дадут вам карты Таро? Влюблённые. Ваш ответ — это любовь, это отношения, счастливые отношения двух половинок. Ваш ответ вообще находится в любви. Делайте всё по сердцу. Будьте с тем, кого вы любите или будете любить. Ищите свою любовь, да. Будьте в паре, в союзе. Держитесь за союзы. Карта влюблённые показывает большое человеческое личное счастье. И вот ваш ответ — это и есть вот это счастье. За него стоит побороться, и в нём стоит побывать. Вот так. И, конечно, это очень-очень хорошая карта. Она вас благословляет на счастливые отношения. Ну а что ещё надо, да, в жизни? Ну вот такой интересный ответ по третьей позиции. А всем большое спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Поддерживайте мой канал донатами. Также смотрите как можно дольше. Если вы в стране, где не оплачивают за YouTube, за рекламу, смотрите через VPN. Делайте подписку YouTube Premium. Очень, кстати, хорошая подписка. И так далее. Ну вот как вы только можете, репосты делайте. Подпишитесь на канал. Вот как можете поддерживать. Это очень важно для меня. И до новых встреч.